Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биловик по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание виноградов понятно и доступно. Сегодня я вам покажу, как мы выращиваем наш виноград. Но это не руководство к действию, это не мастер-класс, это скорее экскурсия по нашим виноградникам. Оговариваюсь, у нас два участка, оба расположены в Держинском районе Минской области. Часто от вас поступают вопросы, используете ли вы это, используете ли вы то. Поэтому в сегодняшнем ролике, грубо говоря, я собираю все ответы на ваши вопросы, но показываю некоторые нюансы того, что мы делаем на наших участках. Участок, на котором мы сейчас находимся, это маленький участок, 6 соток, с него все начиналось. Здесь у нас более старый виноградник, садовое товарищество. Вокруг нас лес, и 40 лет назад на этом месте тоже рос лес. Почва здесь песчаная, ну, можно даже сказать, ПГС. Итак, идем смотреть. Итак, первое. Мы все выращиваем в задернении. Кто-то считает, что это бурьян, ради бога. Кто-то считает, что мы ленивые, ради бога. Мы себя любим, мы себя жалеем, и наше время, наши ресурсы ограничены, поэтому не считаем нужным что-то полоть и как-то делать что-то по-другому. Поэтому все в задернении. Сейчас трава не скошена. Это сделано специально. Специально уже вот-вот созреет ягода, тем не менее, могут быть дождики. И вот эта вот большая трава, она просто вытянет лишнюю влагу. Поэтому специально с определенной целью она пока что не косится. Конечно, в таком выращивании есть определенные нюансы. Немножко неудобно, когда трава под кустами, но этот вопрос тоже мы частично решили. Вот, возвращаясь к моему любимому коридорчику, сделаны вот такие грядки, куда складывается скошенная трава, прямо с газонокосилки. Ну и все. Под кустами мульча, под кустами создается плодородная почва, и нам не надо эту траву носить туда-сюда. При этом каких-то, ну вот, порядка 10 лет вот так выращивается. Сначала все было в траве, вот эти грядочки появились лет 6 или 7 назад. Не заметили мы никаких негативных нюансов, чего-то такого, чтобы нам мешало, каких-то задержек в развитии. Поэтому нам так удобно, мы так делаем. Следующий момент – это двуплоскостные шпалеры. Ну вот это у нас самое новое, она еще не полностью занята, тут молодые кустики, поэтому здесь лучше видно. То есть мы все абсолютно, где только возможно было разместить две плоскости, мы выращиваем на двух плоскостях. Опять же, нам так удобно. При этом, если вот обратить внимание на эту сторону, то эти шпалеры еще и очень густо заняты. Здесь, можно сказать, такой лес. Ну вот там тоже видно, что все это очень плосенько. Здесь пока более-менее свободно, потому что кустики молодые. И опять же, ну для нас, вот для нашего региона, для нашей почвы это абсолютно нормально. Где невозможно уже было разместить две плоскости, вот возле дома, возле беседки, да, там плоскость одна. Расположение шпалер на этом участке по прямым линиям. Вот это у нас примерно запад-восток, вот там шпалера, это север-юг. Ну, примерно, там чуть-чуть сдвиги есть, но мы же не будем делать шпалеры наискосу. Как у нас получалось, так мы и делали. Конечно, идеально было бы располагать все север-юг, но участок занимался постепенно. Мы постепенно досаживали, появлялась наша, поляра вторая, третья, поэтому располагали именно так. Еще периодически мы слышим такие высказывания, что, ой, вот эти дачники, у них виноград растет в тепличных, ну, условно тепличных условиях, потому что у них везде заборы, везде пристенки, и поэтому у них там и сроки созревания раньше, и все раньше. Ну, странно, что люди не представляют, что такое дачные участки. Так вот, дачные участки – это огромнейшая конкуренция. Это не самый лучший агрофон. Вот смотрите, да, у нас виноградник, мы его обрабатываем. А вот там за забором у соседа тот же виноград, но он его совсем не обрабатывает. Надо ли нам говорить, что инфекционный фон выше? Ну, это логично. Сильнейшая конкуренция. Вот, не знаю, будет ли видно, сейчас мы вот так камеру поднимем. Вот там соседская черешня. Она сидит где-то сантиметров 40 от забора, от границы. Надо ли мне говорить о том, какую сильнейшую конкуренцию она создает для нашего винограда? Тем не менее, видим, да, высокие шпалеры и здесь практически сплошная стена. Ну, это зигиребы. Вообще-то слаборослик, ну, он почти до верха дорос. Вот вам пример дачного участка. А вот здесь вообще растение, которого боятся очень многие. Это грецкий орех соседский. Тоже там сантиметров 40 от забора. Ну, вот видите, виноград, да, может, не идеально растет. Ну, тут такие более молодые посадки. Ну, тем не менее, растет и плодоносит. Конечно, дает не идеальные результаты, но это понятно и логично. Ну, мы не можем пойти к соседу это вырубить. Поэтому выращиваем в тех условиях, которые у нас есть. Ну, вот этот коридор буквально недавно стал свободным. А так здесь росла голубика вот по серединке. А вот там еще росла яблона. Ну, убрали, потому что в прошлую осень выкопали. Голубику яблони убрали на год раньше. Потому что, да, очень плотно. И пришлось выбирать, да, что куда девать. Нет, голубику мы не выкинули, она уехала на деревенский участок. То есть все с ней хорошо. Поэтому мы выращиваем. Вот сейчас им тут стало немножко свободнее. А так все растет в условиях жесткой конкуренции. Но опять же, видите, да, вот эти страшные две плоскости, которые якобы не для севера. Заняты так достаточно плотно. Теперь касательно подкормок и всего остального. Мы используем только органические удобрения, только навоз. Все. Вот на этом участке у нас были подкормочные трубы. И мы кормили туда настоем. Но виноград здесь растет уже достаточно долго. Урожаев мы снимали много. Грубо говоря, вынос всего тоже достаточно большой. И этой весной мы показывали, что мы сверлили дырки в земле и закладывали туда навоз. То же самое проделаем либо по поздней осени, либо по ранней весне, в зависимости от того, сколько, ну, как у нас будет свободное время, чтобы все-таки кусты подкормить. Конечно, те, которые я показывала в этих грядочках, там все-таки еще мульча, дает определенные питательные вещества. Из минералки, что мы используем, это сульфат калия и лимонофосфат калия. Мы на молодых кустах используем это в качестве листовой подкормки для возревания лозы. И периодически бывает, что я прохожу и подкорень где-то раз в сезон. Теперь уже даю всем. Опять же, почему? Напомню, здесь песок, здесь ПГС, здесь все как сквозь сито уходит. Поэтому растения нуждаются, причем урожай там забираем, лозун забираем. Соответственно, надо что-то и возвращать. И вот с прошлого года я стала подсыпать калий под корень. Микроэлементы используем ли крайне редко. Вот если я вспоминаю, и они у нас есть, то мы добавляем в баковую смесь при обработке. Забыли и забыли. То есть как-то специально не используем никаких аминокислот, стимуляторов роста, борной, янтарной, еще чего-то мы не используем. Первые годы, кстати, мы использовали косил тоже в баковой смеси. Тогда мы у кого-то взяли эту схему. И честно я вам скажу, что что сокосило, что безокосило. Результат такой же, как говорится, если результат такой же, зачем платить больше, зачем что-то добавлять. Какой-то глобальной разницы, глобального результата мы не видим. То же самое там кальций против треска, еще что-то. То есть мы ничего этого не используем. Гиберелин мы не используем. Однажды там что-то попробовали, чуть побаловаться, ничего настолько не получилось еще на кореньке русской. Все. То есть этого мы ничего не используем. Обработки от болезней. Стандартная схема. Четыре от аэдиума, три от мильзиума. В этом сезоне была необходимость еще по этому винограднику. Один раз мы прошлись по ФК Лерасом. И это было в районе 20-х чисел Юля. Ну, может, 25-го, может, 27-го примерно так. Сегодня у нас 25-го августа и виноградник абсолютно чистый. Ну, проводим как стандартные работы. Это вот подвязка, нормировка. При этом сейчас покажу вам верха. Вот, даже я не чеканила. Опять же, по той же причине. Пока что оно не ломается. Пока что оно может там быть. Болезней там никаких не наблюдается. Но может пойти дождь. И чем больше зеленой массы, тем меньше вероятности, что ягода потрещит. То есть, да, кое-что было прочеканено раньше. Теперь мы уже этого не делаем. Все, как есть, так есть. Оно там не мешает сильно. Если вдруг пойдет какая-то болезнь, да, уберем. Сейчас в этом нет необходимости. И еще касательно пристенков. Здесь у нас пристенки только возле дома. Да, вот этот как бы южный. Но здесь у нас вторая шпалера. Я все время вам показываю этот коридор, вы его знаете. Здесь у нас вторая шпалера, поэтому солнце, ну, конечно, попадает. Вот сейчас у нас 11 часов. Да, частично попадает, но освещение не идеальное. И действие пристенка тут, ну, так себе. Вот этот пристенок второй, этот пристенок западный. Да, примерно с обеда тут солнышко попадает, но потом, когда оно начинает идти по кругу, под вечер улочки узенькие, проезды узенькие. Напомню, это садовое товарищество. И начинается тень от соседского дома. Поэтому тут тоже, ну, пристенок не идеальный. Но, тем не менее, нормально все созревает. Я тоже видим, да, здесь все очень плотно. Так что, как видите, здесь виноград растет в таких, можно сказать, полуспартанских условиях. И даже осветление грозди мы проводим не до конца. Во-первых, ну, делаем, когда у нас есть время, да, когда у нас есть возможности. И смотрите, какие нюансы. Сейчас очень птицы идут. Очень много чего в мешочках от ос, потому что, ну, в этом сезоне с осами вообще все плохо. Вот прямо гул. И да, был момент, когда немножко все затихло, когда я их так немножко притравила. Ну, сейчас идет следующее нашествие. Ну, понятно, они же везде в округе, да. Сколько бы я их не уничтожала, они все равно будут приходить. Поэтому очень много чего в мешочках. Но еще приходят и птицы. И под листом все-таки для птиц чуть меньше видно. Чуть меньше они нападают, поэтому мы и не убирали. Вот так вот, чтобы совсем. Кое-где, да, я немножко осветляла. Вот если лист совсем гроздочку прикрывает, вот совсем-совсем, или там внутри, у нас же две плоскости, да, внутри листья, которые мешают проветриванию, вот их я убрала. Все остальное, как есть, так есть. Так что еще раз повторю, на этом участке все растет в таких довольно спартанских условиях. И поэтому те результаты, которые вы видите, которые мы показываем с этого участка, ну, они более чем реальны. Мы на винограднике не убиваемся, как бы мы его ни любили, у нас еще достаточно много других интересов. А еще у нас малышка, которая тоже требует достаточно много времени. И да, конечно, некоторые наши результаты, они, ну, не великолепные, не отличные. Как-то, наверное, год или два назад, когда я показывала наши прибалтийские сорта, их урожай, то кто-то спрашивал, ой, у вас какое-то все скромненькое, у нас побольше, и наши покупатели присылали нам грозди, которые выросли с наших херенков. Грозди были в разы больше, в разы красивее. Ну, ребята, это же классно. То есть у вас, вот так как у нас, точно получится, а может получиться и гораздо лучше. Это наш второй участок, тот же Дзержинский район Минской области. Но здесь у нас почва уже глинистая. Ну, возможно, это суглинок, там есть такие методы, как крутить колбаски, смотреть, как они сворачиваются, в зависимости от этого. Есть классификация почвы, мы в этом не разбирались. Здесь у нас глина и хороший плодородный слой, потому что большая часть этого участка, она отдыхала, она была под бурьяном, поэтому там живая, здоровая, плодородная земля. Тоже зерновое покрытие, как и на даче. Те же грядки, те же пристенки. Единственное, что здесь расстояние от стены дома, мы уже делали побольше, поскольку место свободное, здесь где-то метр, может быть, немножко больше. Единственное отличие от равняного покрытия от дачи, на даче это газонная трава, мы ее там специально сели, здесь, вот какая была, такую мы просто скашиваем. Но, примерно вот здесь, был участок, тут было вспахано. Поскольку мы торопились все это засадить, участок купили весной, то мы ничего не перепахивали. И понятно, что на такой земле, там сначала рос послен, лебеда, мы это скашивали, скашивали и посели сюда клевер. И, в общем-то, сейчас просто скушено, поэтому не особо видно, здесь достаточно такое густое покрытие клевером, а дальше вот прям, ну, может, камера не передает, уже, как говорится, поверите на слово, там видно, что просто уже травка. То есть, немножко травяное покрытие отличается, но специально ничего не делали, косим, косим и еще раз косим. Там чуть дальше, есть еще участок, где сныть, тоже мы ее выкашиваем, выкашиваем и постепенно ее становится меньше. Те же двухплоскостные шпалеры. Единственное, что этот участок изначально мы выбирали таким образом, чтобы было максимально удобное расположение по сторонам света. И все шпалеры, да, мы сразу, располагали так, чтобы нам было удобно, и их расположение север-юг. Опять же, если на даче все заполнялось постепенно, а и там есть место, а и там есть место, то здесь были фруктовые деревья, какие-то, старые, мы все освободили и заложили виноградник в более удобном расположении. Ну, и вот ту шпалеру, которую вы видели возле дома, при стенах, это южная сторона, там, конечно же, одна плоскость. Ну, вот те кустики, которые мы посадили два года назад, в 21-м году, они уже нам дают урожай. Единственное, что пока подкормки, какие-то дополнительные мы не проводили, я вначале сказала, что здесь хорошая плодородная земля. поэтому пока что нет необходимости в каком-то дополнительном кормлении кустов. И еще здесь несколько сложнее с поливами. Эти лозы получали гораздо меньше влаги. Почему? В момент засухи были проблемы с водой. Это раз, а второе, большая площадь полива. поэтому возможностей дать влагу всем, к сожалению, была не всегда. Да, единственное, касательно подкормок, в одном из роликов я говорила, примерно в середине лета я распала калий под корень. Кусты молодые, не очень хорошая была весна, кое-что подмерзло, поэтому предполагая, что могут быть некие перекосы с питанием, мы подстраховались и посыпали калий под корень. Больше никаких подкормок, ничего мы не делали. Первый урожай с этих кустов мы пробовали уже в прошлом году. Кое-что уже едем сейчас в конце лета, ну и вот-вот наступит массовый сбор урожая. То есть, как видите, каких-то глобальных танцев с бубнами, особых танцев с бубнами, какого-то сверхухода за виноградом мы не делали. И вот смотрите, вот этот лес за мной, это виноградная школка. Единственное, что я чуть-чуть на горочке стою, а если бы я пошла туда, то вот видите, мне можно спрятаться и потеряться. При этом тоже никакого дополнительного питания она не получает. Единственное, что здесь есть, мы застилали землю пленкой для лучшего прогрева. И да, капельный полив здесь проложен, опять же, чтобы в момент прорастания черенков корешки получали влагу. Все, сейчас уже полив не осуществляется, но понятно, что, конечно, со школкой калием мы работаем, потому что начали наши черенки прорастать гораздо позже, чем, например, начали расти молодые кусты. Так что повторю, каких-то сверхглобальных усилий к выращиванию винограда мы не прикладываем, ничем особо не кормим, кроме органики, ну, либо иногда микроэлементы по необходимости, и то ими мы работали на старом участке. И еще вопрос по укрытию на зиму. Да, укрываем мы абсолютно все, укрываем мы синтетическим ватином. для нас это самый простой и удобный материал. На этом наша экскурсия завершена. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok